Если вы будете слышать звуки, то не обращайте внимания, соседи сверху сходят с ума. Так, все, всем привет! Я очень-очень рада, что я снова снимаю видео для воскресного такого блога разговорного. С одной стороны, у меня настроение среднее, никак не наступит весна. Всю зиму пытается остаться с нами, но, наверное, у нее это не получится. Весна, приди к нам побыстрее. Первая новость, которую я хочу вам сказать, это я открыла новый канал на YouTube. Этот канал будет о еде, то есть, как ее готовить. Он называется «Готовим вместе». Кстати, как я решила, что этот канал именно так будет называться по моему первому видео, которое «Полезный завтрак. Готовим вместе». И поэтому я решила, что лучше этот канал назвать так. Этот канал для людей, которые любят готовить, которые не умеют готовить, хотят научиться, которые любят необычные блюда, быстрые. То есть, на этом канале я буду выкладывать свои какие-то находки, свои любимые блюда. Я очень давно об этом думала, все не решалось. Думаю, надо, не надо, будет у меня на это время, не будет. И я хочу, чтобы этот канал был для многих полезным каналом. Вот, поэтому, если вы любитель готовить, либо просто хотите посмотреть, как можно готовить какие-то новые рецепты, поэтому ссылку на канал я оставлю внизу. Заходите, смотрите, там, правда, только одно видео. Вот, может быть, уже к этому времени и два будет. Ну, короче, потихоньку будем, буду его развивать. Насчет рассады. Мы с мужем все-таки посадили окульцы, посадили, я еще салат купила, и лук, только лук уже не в семенах, а уже в маленькие такие луковицы на рассаду продаются. И уже буквально через три дня лук и салат начал расти. И прям мы очень-очень рады, потому что, ну, это выращено своими руками, полито, все это земля там, все это руками мы работали. И особенно, когда огурцы будут, нам вообще вдвойне будет приятно. Будем собирать плоды и кушать их. И, возможно, все, что я выращу, будет даже в моих рецептах. Планирую сделать новое видео, сделать заказ на зон, сделать заказ на херп, что-то из косметики, ну, больше всего я из косметики брала. Хочу новые макияжи делать уже на весну, на лето, что-то такие освежающие были, более, если получится, трендовые макияжи. Поэтому всем любителям макияжа ждите, скоро будет макияж. Я хотела делать заказ на Алиэкспресс, но я туда посмотрела. Я, конечно, каждую неделю на нем сижу, но вы меня извините. Цены, конечно, подросли, значительно подросли. И как-то мне оттуда и не очень-то что-то хочется заказать. Какие-то ободочки я выбрала в виде цвета, там, с цветочками. Что-то для своего творчества, которое касается блокнотов. Ну, какие-то копеечные. Но вот, не знаю, в принципе, для футболки 400 рублей это нормально. По московским меркам это недорогие вещи. Но заказывать из Китая я не знаю, стоит ли. Хочу сделать видео, которым я расскажу и покажу те вещи, которые у меня уже достаточно давно, с которыми ничего не случилось, которые служат мне верой и правдой, которые я люблю. Вот о них я, наверное, скорее всего, сделаю отдельное видео и покажу. Это, конечно, уже для любителей покупок и, конечно же, сайта Алиэкспресс. То есть, есть люди, которые делятся на сканеров и дайверов. Я, честно говоря, не знала, как раньше себя называть. И, в принципе, с одной стороны, я считаю это каким-то недостатком в себе. Я люблю много чего делать. То есть, хвататься практически за все. То есть, допустим, я занималась мыловарением. Я делала там, пыталась сделать, по крайней мере, что-то из скраббукинга. А сейчас у меня увлечение новое. Это блокноты. Ну, YouTube у меня долгое какое-то увлечение, да, потому что здесь постоянно как-то развиваешься. Я не могу определиться в жизни, что мне интересно, потому что мне интересно многое. И вот такие люди называются сканеры. Да, сканеры. А есть люди-дайверы, которые всю жизнь занимаются одним делом. Они полностью в него погружаются. Они всю жизнь его изучают. И, с одной стороны, это и правильно, потому что это даже может, не знаю, профессия на всю жизнь стать. Но, с другой стороны, человек больше, в принципе, по жизни, в большинстве случаев, больше ничего не познает. Но, с одной стороны, да, вот я себя как сканера считаю, как это и недостаток, и достоинство, потому что, с одной стороны, я вот в разных областях развиваюсь. Пусть даже и по чуть-чуть, пусть даже не полностью, тем не менее, я могу это попробовать интересно. В принципе, вот так вот. Так что, вот такие вот я узнала, как я теперь называюсь. Интересно в комментариях подсчитать, кем вы себе считаете. Считаете ли вы это, кстати, достоинством или недостатком. Может даже, не знаю, сделаем сообщество дайверов и сканеров. Будет очень интересно. Вот. В принципе, это все новости на сегодня. Заходите, кстати, не забудьте зайти на мой новый канал, подписаться, если вам это интересно. И всем спасибо за просмотр. Всем пока. И ставьте пальчик вверх, жду ваших комментариев. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok